Здравствуйте, друзья! У нас Анастасия на экранах. Настенька! Всем привет! Как давно вы у нас? Такое ощущение, что вы у нас всю жизнь тут? Ну, почти. Чуть больше месяца я уже учусь. А здесь получается полтора месяца. Силикон Валой. Значит, напомните, вы по бэкграунду, по образованию, вы так, из каких будете? Я училась по специальности управления качеством, но, в принципе, все то, что мы проходим сейчас, это базы данных, что-то еще. А, язык я учила, Visual Basic. Но это не то, что мы проходим здесь, по крайней мере, мне понятна логика этого. Хорошо. Можно ли сказать, что из того, что вы тут за месяц небольшим изучали, что-то такое есть сложное для понимания? По большому счету, нет ничего сложного. Все дается очень легко. Довольно-таки доступно объясняют. Естественно, нужно заниматься дома. А что у меня получается с трудом? Ну, потому что я немножечко лентяйка. Так. Вас кавалеры не отвлекают там какие-нибудь? Нет, не отвлекают. Ну, хорошо. То есть, вы просто вот так, надо бы, но находится другое занятие. Ну, просто я понимаю, что это все для меня легко, ну, взять с языками или те же самые базы данных. Это все для меня уже доступно, это все легко укладывается в голове. И поэтому я как-то лениваюсь уделять. А вы тест-кейсы какие-нибудь получаете? Да, я уже рекомендовала тест-кейсы, да. Хорошо. А вы уже начали какую-нибудь там автоматизацию? Или еще не очень? А, с селениум? Селениум. Не совсем база данных, конечно, это немножко в стране. Хотя, может быть, где-то связано, но немножко другое. Хорошо. Давайте теперь так. Вы приехали откуда? Из... в Америке или из России? В Америке вы откуда? Из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка. Работу будете искать в Нью-Йорке потом или где? Я здесь, скорее всего. Здесь. Девчонки перезнакомились. Ну, да. Уже я со многими тут познакомилась. Мне уже рассказывают, как лучше себя вести там, тут, что предпринимать, когда предпринимать. Скажите, пожалуйста, такую вещь. Вот, как человек, живший в Нью-Йорке, вы можете сказать, что здесь жизнь дороже? Или примерно то же самое? Ну, у меня, наверное, так же... Нет, жилье, естественно, дороже, а по остальным критериям все примерно дороже. То есть, все-таки здесь дороже жилье? Да, да. У меня в два раза получается практически дороже. Да вы что? Да, ну, потому что в Нью-Йорке у меня было очень дешево. Нет, ну, если вот не брать вашу личную жизнь, а как бы в целом, вот, допустим, снять... Ну, в целом... Ван Бедрум сколько в Нью-Йорке вот стоит в нормальном месте? В нормальном месте? Ну, есть две с лишним. Есть до двух. Ну, мы же здесь, на самом деле, в самом эпицентре дороговизна, вот где мы с вами тут сидим сейчас. Но если взять в Нью-Йорке самый эпицентр, я не смотрела в таких местах, но я думаю, что две с лишним, так же, как здесь. Ну, то есть, Нью-Йорк не дешевле нашего? Нет, не дешевле, ну, просто в Нью-Йорке очень развит общественный транспорт, и не обязательно жить в центре, чтобы работать где-нибудь. С другой стороны, в Нью-Йорке надо тратиться на зимнюю одежду. И нужно мерзнуть еще зимой. А где? Не только... Везде, даже в метро и на улице. Я всегда мерзну, как бы тепло я ни одевалась, я всегда мерзну. То есть, одеться не помогает? В некоторых случаях помогает, но мы же постоянно в движении, иногда жарко, иногда очень холодно, и поэтому не угадаешь. Мне Москва напоминает ваш рассказ. Ну, это примерно то же самое, да. Ну, хорошо. Значит, с точки зрения, как сказать, ребята, которые на вас смотрят, да? Вот у вас какой-то опыт есть. Вот есть опыт жизни в Нью-Йорке, есть опыт жизни в Кремниевой долине, есть какой-то общий американский опыт. Вот. Приехав сюда, вы что-то такое увидели, чего вы не ожидали, или вас удивило? Или надо всем рассказать, чтобы они знали и не удивлялись, если они сюда попадут? Меня очень сильно удивило то, что в магазинах нет пластиковых пакетов. Но нигде не дают пластиковые пакеты в магазине. Везде нужно покупать картонные бумажные пакетики. А пластиковых нету? Нет. А в Нью-Йорке надо покупать или бесплатно дают пакетик? В Нью-Йорке везде бесплатно дают пакетики, а здесь 10 центов бумажный пакетик. У нас раньше давали бесплатно, и все было как в Нью-Йорке. А вот буквально пару лет назад, буквально каунти за каунти, они стали вводить такую 10-центовую цену. Причем это в магазинах эти деньги не остаются. Эти деньги являются налогом, который уходит куда-то на нужды охраны окружающей среды. То есть это абсолютно не то, что магазин вам не дал бы бесплатный пакетик. Это просто их вынуждают. Нет, я не жалуюсь, это меня просто удивляет. Я нигде такого не встречала. И других, в принципе, каких-то критериев, что меня бы тут удивили, что меня бы тут поразило, я не знаю. А погода как? Погода, я ожидала, что будет потеплее. Один день только было жарко, что у нас дома нет кондиционера, и мы... Ну, и дома было тоже очень жарко. А так нет, погода такая прохладненькая, ветерой. Я бы сказал, что это немножко необычно прохладно. Я тоже вот здесь уже 25 лет живу, и это необычно. Вот меняется климат реально. Вот и дождей меньше стало, и вот вдруг прохладнее. А недавно был дождь там неделю назад. Думаешь, ничего себе дождь в мае месяце. Я удивилась тоже. Говорили, зимой тут не было дождя. А тут у меня просто соседи два мальчика с машинами, и они помыли машины. Ну и как дождь уж не пойдет. Вот он и пошел. Слушайте, а вот как вы проводите выходные? Ну, то есть, вот есть какая-то жизнь, кроме школы-то? Да. Так, рад тут рассказывать. Я уже по глазам чувствую, что проводите как-то. Мы уже съездили в Сан-Франциско. Я была тут в округе, наверное, везде. Я была и в Сан-Та-Круз, и в Сан-Хосе. Ну, естественно, в близлежащих городах мы просто в магазины ездим. Там в Сан-Ивейл или в Палу-Альто. Где вам лучше всего покупки нравится делать? Нет, мы ездим не за одеждой. Ну да. А мы ездим там за мебелью. Вот в Палу-Альто мы ездили. В Иппель? Ну да, нам пришлось покупать диванчики, чтобы было спать ночью в Икее. За продуктами мы ездим в Сан-Ивейл иногда. Там есть такой магазинчик, где овощи-овощи и русские товары продукты можно найти. Это Филиппес Маркет? Филиппес Маркет. Мы тоже туда ходим. Да, там творог есть. Там не только творог, но там и обстановка какая-то, и набор товаров, и вот прям под нас все. Да, да, да. Так он вроде мексиканский. Гречку можно там найти. Ну, гречка всюду есть. В русских магазинах во всех есть. А меня просто в другие русские магазины не возят. А, я понял. Меня же нужно возить. Я сама так только до школы и там... Понял. Ну, желающих возить много? Достаточно. Мне хватает. Хорошо, хорошо. Ну что же, я просто хотел, поскольку мы у нас в начале в САМО появились, я хотел динамику какую-то показать ребятам, что вот Настя у нас тут не зачахла, не, как бы, сказать, там, я не знаю, ничего с ней не случилось такого. Вы меня тогда потрясли вот этим проживанием на свободной койке, или как вы это назвали? Коучсерфинг, да? Да, коучсерфинг. И вы были первые человека, которого я встретил. Да, но с тех пор еще двое появились. Знаете, как интересно бывает? Здесь же в школе? Ну, они не обязательно в школе, но вот здесь же. Да, и вдруг выясняют, что они в какой-то момент вот это же самое делали. Ну, просто, может, разговор не заходил, и вы никогда не спрашивали. Может быть, да. Но, по-настоящему, это очень интересно. Вот, так что... А вы в каких условиях сейчас проживаете, скажите? Мы живем вчетвером с ребятами. Мы сняли двухбедрованную квартиру. Ага, то есть там две спальни. Да. То есть девчачья и мальчиковая. Да, все правильно. Ну что же, хорошо. То есть не так тесно? Нет, нормально. Ну, мальчики говорят, что это у нас полтора бедромная. Потому что у нас одна комната побольше, другая поменьше. Поэтому они называют это полтора бедромной. Ну, у них-то поменьше, наверное. Ну и правильно. Значит, подождите, а сколько там бедромов? Одна. А, то есть вы... Ну, мы поэтому решили, что мальчикам нам надолго не надо. Девочкам надо. Ну, да. Так, и почем вещь? Две сто. Значит, слушайте, это очень дешево. Я знаю. Мы поэтому... А как же так получилось? И у нас еще площадь довольно-таки большая в целом. Мы сравнивали с другими. Я не понял. Это вы просто шли-шли и сняли? Нет, у нас мальчики с нашей группы сняли в этом же доме себе квартирку. И мы тоже сняли. Но мы от них то есть узнали, что можно... Просто была оказия такая. Хорошо. Так, а до школы пешком сколько? Минут 15 пешком до школы. Но я либо на велосипеде, либо на машине с мальчиком. А вот как вы питаетесь? Скажите, вы готовите или вы так? Мы все готов... Практически все мы готовим дома. Но все-таки готовите? Да. Ну, я всегда готовлю себе. Так и дешевле, наверное. Не знаю, насколько дешевле. Правда? Да. Но в ресторане-то дороже? Ну, естественно, мы про ресторан не говорим. Так. Да. Но вообще нормально питаться дома. Потому что... Ну, я привыкла, в принципе, к постоянным расходам, которые я всегда учитываю. Сколько уходит на питание? Ну, я за один раз съесть в магазин могу потратить где-то 70 долларов. Но на неделю, в принципе, мне хватает. 70 долларов это овощи. Вот, филиппис. Слушайте, это можно целую телегу утащить большую. Ну, у нас так и получается. Ну, у нас так и получается. Так, подождите. То есть за месяц вы где-то долларов 300 получается, 250, да, так, на питание. Наверное. Если честно, я не считала, но... Может быть, да, 250. То есть вы такая овощная с гречкой. Нет, я, если честно, гречку купила, но еще ни разу не готовила здесь. Овощи, мяско. Ну, иногда там по вечерам за мороженым хожу. Да вы чего? Все, уже закончили. Мороженое. Уже все. Все доело. Скажите, вот вы у нас тогда на канале появились первый раз? Да. Были какие-то люди, которые вас контактировали или там писали, я готов все бросить и приехать к вам? Нет. Что-то такое. Нет. А что пишут? Что ко мне? Нет. Нет. А что пишут? Спрашивают, как я осталась. А спрашивают, там, по work and travel какие-то вопросы задают. Спрашивают, как найти работу в Нью-Йорке. Ну, такие поверхностные вопросы. Ну, некоторые пишут мне на канале, просят рассказать больше о своей жизни. Что я и делаю. Но вы в состоянии, вот как бы на ходу, там, какие-то полезные ответы давать на вопросы, там, про Нью-Йорк, там, или что-то? Вот как найти работу в Нью-Йорке? Вы можете так, вот, в комментарии написать что-то такое? Или там долго писать? Ну, нет. Я могу, в принципе, написать, но мне проще рассказать, потому что на написание уходит больше времени.